В отличии от других людей, которые пишут про Дамира Исмогулова под клеем, мы вполне адекватные люди. Мы клей не нюхаем. Всем привет! Я Петр Воликов, это Спор Шрёдингера, и у нас сегодня ММА. 15 мая наш казахстан в ЛАСЭ Дамир Исмогулов проведет бой на UFC 262 против бразильца Рафаэля Алвиса. Дамир не дрался почти два года, но в UFC он идет без поражения и надеется продлить победную серию. Сейчас я расскажу, чем Дамир занимался во время вынужденного и такого долгого перерыва. Еще будет много интересного о сопернике, который уже вляпался в историю UFC, побеждал одного казахстанца и провоцирует Дамира перед боем. Ну и о самом турнире поговорим. Там есть сразу несколько интересных боев. Будет разыгран пояс Хабиба, Тони Фергюсон подерется, в общем, будет жара. Ну а начать я хочу с небольшой рекомендации. Все новости о боях Дамира против Алвиса, информация о том, где его посмотреть и видео будут в Телеграме и Инстаграме Спорта Шрёдингера. Там мы ежедневно следим за всем самым интересным в нашем спорте. Ссылки на Телегу и Инсту лежат в описании. Подписывайтесь, до старт, братар. Если честно, уже предчувствую кометы от некоторых. Дамир россиянин, зачем нам информация о нем? Кто их напишет, тот немножечко неправ. Во-первых, Дамир казах. И с первого боя в UFC выходит в октагон не только с двумя флагами в руках России и Казахстана, но и под песню «Мен-Казахман». Последний год Дамир тренировался и жил в Алматы, и вообще связь с исторической... Нет, с просто родиной он поддерживает давно. Еще когда был неизвестным бойцом, становился Дамир чемпионом западно-казахстанской области по грэплингу. В общем, наш джигит Дамир. Тут вообще не должно быть вопрос. Зато будут у кого-то вопросы, почему же Дамир так долго не дрался. Сейчас об этом расскажу. Последний раз Дамир выступал 31 августа 2019 года. В том же бою он получил или усугубил свою травму. В общем, повреждение оказалось серьезное. В сентябре Дамир перенес операцию на колено в Германии. Лечится мениски-связки довольно долго и спешить ни в коем случае нельзя. Там же в Мюнхене Исмогулов проходил реабилитацию. Бля, я бы тоже реабилитацию в Мюнхене прошел. Потом Дамир вернулся в Казахстан, нашел реабилитолога здесь. Не говорил он в интервью его фамилии, но сказал доктор из футбольного клуба. Интересно даже какого? В октябре Дамир признавался, скучает он по тренировкам. Но затем случилась вторая травма. Должен был он лететь уже на сборы, но решил поиграть в футбол с друзьями в Оренбурге. На ровном месте случился хруст диагноз страшный. Разрыв Ахилова сухожилия. В итоге снова Дамир оказался на кострелях. Бойцам всем очень аккуратно нужно играть в футбол. Вам не драться, пацаны. Это надо уметь. В марте прошлого года Дамир говорил, что планирует начать тренироваться по полной в сентябре. Но отмечал, на этот раз спешить никуда не будет. До этого в его карьере не было серьезных травм. В начале года Дамир начал тренироваться, ждал американской визы и даты боя. Его менеджер Саят Абдарахманов искал возможность выступить в конце марта или в начале апреля. Но как видим, у UFC оказались другие планы. Зато турнир номерной. Жара будет там. Пекло. В паузе у Дамира произошли несколько важных событий. В сентябре он женился. Жена, кстати, казахстанка, живущая в Оренбурге. В ноябре Дамир присоединился к команде Дартим. А в марте подписал новый контракт с UFC на 4 боя. Ну и надо сказать, что к бою с Алвесом Исмагулов начинал готовиться в Алматы. Потом провел сбор на ударную технику в Москве. А прямо сейчас тренируется в родном Оренбурге. А теперь перейдем к Алвесу. Он не Даня Алвес, который ел банан на поле. Это Рафаэль Алвес. Боец. Он ровесник Дамира обоим по 30 лет. Рафаэль впервые выступит в UFC. Попал он сюда благодаря победе в претендентском шоу главного токрбаса UFC Даны Уайта. Но обо всем по порядку. Вообще Алвеса уже можно назвать ветераном. В ММА он дебютировал еще в седьмом году. Было ему тогда всего 16 лет. Следующие три года Алвес не выступал. Ну или эти бои просто не попали в его официальную статистику. Неизвестно, что он тогда делал. Может футбол играл. Это у них с Дамиром, кстати, общее. Рафаэль в детстве действительно мечтал о карьере футболиста. Но с 7 лет начал заниматься муай-тай. Первым тренером был местный полицейский, который оборудовал ринг во дворе своего дома. Вырос Алвес в крайней бедности и в очень плохом районе. Алкоголь, наркотики, преступность забрали многих его друзей. Рафаэль был младшим из шести мальчиков в семье. Когда ему было три, один из братьев умер. В 18 Алвес потерял еще и мать. В спорте он еще с детства видел возможность убежать от нищеты и изменить свою жизнь. Кроме муай-тая занимался Рафаэль еще и бразильским джиу-джитсу. И там, и там у него черный пояс. А любопытно вот что. В профиле на официальном сайте UFC базой у Алвеса указано MMA. Активную карьеру Алвес по сути начал в 20 лет. К маю 2011 года он вышел на серию из шести побед. Но затем потерпел два поражения. Вообще у Алвеса 9 поражений и все они досрочные. Три нокаутом, шесть сабмишином. И чаще всего Рафаэлю доставалось от своих. Только одно поражение ему нанес американец Джейсон Фишер. Бразильцы сами по себе дерутся, дерутся, дерутся. Там такой шавкат приходит, разнимает и говорит, подожди. Ты и ты в очередь. И вот так по очереди. Бау, бум. Ну и побед у Алвеса хватает. Целых 19. По 7 раз выигрывал нокаутом и сабмишином. 5 раз решением. Среди этих побед есть и одна над казахстанцем. В июне 2019 года Алвес заставил сдаться Бейбита Назарова в третьем раунде после гильотины. Этот бой был для Рафаэля предпоследним в промоушене Титан FC. Откуда он ушел в статусе чемпиона. Следующей остановкой стало шоу Дану Уайта. И это было весело. Перед боем с мексиканцем Алекандро Флоресом возник курьезный момент. Алвес неудачно сделал сальто во время появления в клетке. Но быстро исправился и исполнил второе сальто уже чисто. В самом бою Рафаэль проблем не испытал. Выиграл гильотиной во втором раунде. И побежал к столу Дану Уайта. Где уже лежал готовый контракт с UFC. Дебюта, правда, пришлось ждать долго. И в этом есть вина самого Рафаэля. Алвес должен был выступить 20 февраля на UFC Fight Night 185. Но провалил взвешивание аж на 5 килограмм. Это рекорд, а точнее антирекорд UFC. Весы показали невероятные 71 килограмм 440 грамм. Тот турнир вообще был странным. В взвешивание вместе с Рафаэлем провалили еще 4 бойца. Дану Уайт был в Алмате. Заглянул на Зеленый Базар. Приглянулись ему в весы. Повез в UFC. И там все вышибает. Зеленый Базарский, они такие весы. Удивительно, но Алвеса не уволили. Но матчмейкеры UFC заставили его подняться из полулегкого в легкий вес. На провальном взвешивании Рафаэль рыдал от разочарования, но позже объяснил журналистам, почему такое вообще случилось. Оказалось, за день до взвешивания Алвес отравился рыбой. Его мучили рвота и диарея, поэтому ему пришлось усиленно пить воду. Хотя за сутки до взвешивания бойцы, наоборот, практически не пьют и пытаются выгнать воду через пот. Что получается, после того, как он траванулся рыбой, матчмейкеры сказали, ты хотел и рыбку съесть, и на весы взлезть. И вот новый шанс. Алвес не самый раскрученный боец. В инстаграм у него чуть больше 19 тысяч подписчиков. Для сравнения, у Дамира 241 тысяча. Видимо, решил Рафаэль в поиске медийности прибегнуть к старому доброму трэш-току. И чутка переборщил. Опубликовал он неприятное видео с мышкой, добавил туда эмоджи-флагов Казахстана и Бразилии. Дамир за такое обещал наказать Рафаэля. Справедливости ради скажу свою ошибку, Рафаэль понял. Дамир чуть позже сказал, что бразилец в личке извинился перед ним. Ну что, и мы простим Рафаэля, но вот Сплинтер навряд не простит его. Думаю, парень не со зла пытался раскрутить бой и немного поплыл. Ну и еще один интересный факт про Алвеса. Тренируется он в Майами в зале ММА Мастерс вместе с Колби Ковингтоном. Рафаэль признается, что ему без разницы, как побеждать нокаутом или сабмишеном. Потому что он владеет дзюджитсу и муай-тай. Своей целью он, естественно, называет чемпионский пояс. Вот такой вот Алвес. Ну а что по Дамиру? Возвращается он после долгой паузы. Дамира критиковали за победы решениями, но последний бой против бразильца Тиаго Мозеса получился зрелищным и очень понравился UFC. До этого Дамир спокойно переехал двух дебютантов. Испанец Хуэль Альварес казался откровенным пассажиром для UFC, но стал открытием. Сейчас он идет на серии из трех побед и выступит вместе с Дамиром на UFC 262. Австралиец Алекс Годжес до встречи с Дамиром имел чистый рекорд. А после получил казахстанский шоколад в подарок и положительный допинг-тест. Сейчас Алекс не выступает. Да, шоколад ни в чем не виноват. В общем, если присмотреться, оппозиция у Дамира для старта в UFC была вполне себе интересной. Бой с Альвисом, очередной шанс показать себя и войти наконец в рейтинг. Дамир одно время даже думал спуститься в весе, чтобы продвигаться быстрее, но Саят Абдарахманов убедил его этого не делать. Будем верить и болеть, чтобы Дамир блистал в легком весе. Ну и пару слов про предстоящий турнир. Главный бой будет за вакантный пояс как раз таки в весе Дамира. Бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер разыграют титул. Который оставил Хабиб. В соглавном событии Тони Фергюсон попытается реанимировать карьеру боем с Беннилом Дариошем. Должны были на этом турнире подраться и Нейт Диас и Леон Эдвардс. Но Диас получил травму. Бой перенесен на 12 июня на UFC 263. В карте из представителей СНГ будет еще Антонина Шевченко из Кыргызстана. На сегодня все. Традиционно обхожусь без прогноза. Еще раз попрошу вас подписаться на телеграм и инстаграм спорта Шрёдингера. Ссылочки вон там в описании. Алга Казахстан. Шавкат подскажет. Да мир победит. Мы победим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok